Он сотрудник Национальной библиотеки Франции и председатель секции каталогизации Международной федерации библиотечных ассоциаций учреждений. Слушаем вас. Большой. Я хотел бы говорить об диалектике между народными требованиями и национальными особенностями и использовать пример французской программы библиографический период, библиографический транзитий. У нашей национальной программы есть три столбы. Первая столба – это составить новые правила каталогизации в Советской области с требованиями ИФЛА и ЛРМ, конечно. А вторая – это перестроить программу тренинга каталогизаторов. И третья – это создать новую рабочую систему для библиотекарей для каталогизации. Мы хотим решать одновременно вопросы библиографических правил, рабочей системы и рабочей практики. Ну, конечно, наш главный источник является международным стандартам ИФЛА и ЛРМ, которая для нас является настоящей международной основой, потому что, конечно, ИФЛА – это единственным международным органом по установлению стандартам для библиотекарей. И ИФЛА и ЛРМ – это ориентирует на модель объекта отношения, которая советует основными переменами в цифровой среде. И этот принцип объекта отношения тоже открывает новые возможности, новые перспективы сотрудничества с другими сообществами, например, с культурными индустриалями, как, например, издательство и музыкальная индустрия. Ну, вопрос следующий. Как конкретно работать с этим моделем? Как работать с ним просто и удобно? А есть РДА и есть бибфрейм. И у РДА есть очень положительные аспекты. Например, РДА являет себя международным кодом каталогизации, основанным на модели объекта отношения. И РДА тоже предлагает определенную интерпретацию модели ИФЛА и ЛРМ. И к тому же, РДА предлагает методы формализации данных, либо по свободному тексту, либо по структурированному тексту, либо по структурированной точке доступа, либо по идентификатору. И для каждого элемента описания, для каждого элемента данных, РДА указывает себя разными возможностями выборы, и именно от моделей приложения зависит, какие из них им больше нравится. Ну, несмотря на то, что я собираюсь сказать сейчас, РДА являет себя международным эталоном. Ну, надо тоже признать, что текущая версия РДА имеет некоторые отрицательные аспекты или проблемные аспекты. Во-первых, РДА сохраняет наследие англо-американских правил каталогизации. Например, можно это видеть при обращении с точками доступа иммунлит или корпораций, например. И кроме того, интерпретация модели ИФЛА и ЛРМ в РДА может быть дискуссионная, и я покажу попозже пример. Ну, эти дискуссионные пункты, эти отрицательные пункты, привлектаму, что Франция решила не принимать РДА прямо в его нынешнем виде. Но Франция решила развивать прямое применение международной модели ИФЛА и ЛРМ, советовывать РДА когда возможно, но не применять все правила РДА, когда они не уважают модель ЛРМ, или дополнить правила РДА, когда эти правила слишком общие или неясные. Для реализации кода каталогизации Национальная библиотека Франции разрабатывает новую версию формата марк, которую совет зовут ЛРМ. Мы решили не принимать бибфрейм, так как бибфрейм не принимает модель ИФЛА и ЛРМ, и не принимает прямо РДА к тому же. И чтобы дать каталогизаторам рабочий инструмент, рабочую систему, мы разработали новую систему каталогизации в марк под именем НОЭМИ. НОЭМИ, по-французски, это новая, дез овр, дез экспрессион, дез манфестацион и дез итем. НУПАРУСКИ, это звязеват, призведения, виражения, вапрошения и экземклари. Поэтому мы разработаем целый рабочий набор для каталогизаторов, одновременно код каталогизации, рабочий формат и рабочая система, рабочие орудия. Другие международные рамки, в которых мы работаем, эволюция международных идентификаторов, которые эволюция мощными и неопределными рычагами для обеспечения интероперабельности. Например, идентификатор ИЗАН, International Standard Audiovisual Number, международный стандартный аудиовизуальный номер для аудиовизуальных произведений. И, например, есть также истинный International Standard Identifier, или международный стандартный идентификатор имен. И эти международные идентификаторы эволюция международными стандартами ИЗАН и широко используются за пределами библиотечного мира. Ну, конкретно, где наши разногласия с РДА. Я упомянусь здесь только два из главнейших разногласий а наши ключевые слова это облегчить. И сейчас посмотрим, почему и как. мы хотим облегчить работу каталогизатора. Например, мы видим в РДА обработку агрегированных произведений и обработка агрегированных произведений и в РДА эволюция очень сложной и неэкономичной для каталогизаторов. Агрегативные произведения это очень важное. Это большинство аудиовизуальных произведений и мы находимся тоже очень много агрегативных произведений в печатных ресурсах. Например, пони произведения данного автора или избранные произведения данного автора или сборники конференции и так далее. Но все эти произведения это агрегативные произведения. Ну, мы видим, что в РДА вот, как что РДА скажет об, например, «Telking to strangers», сборник произведений американского писателя Paul Auster. А здесь можно видеть на левой стороне оригинальное выражение произведения по-английски. В центре есть перевод на датский язык и на правой стороне есть выражение этого датского передача в виде аудиовизуального документа. и можно видеть, что каждое из этих выражений рассматривается РДА как самостоянное произведение. И у каждого из этих произведений есть один и тот же автор, Paul Auster, который должен повторяться каждый раз. Эта РДА систематически создает новое произведение связанное с каждой новой версией агрегата, например, переиздание, перевод и так далее. И тем самым теряет преимущество структуры, ЛРМ-структуры и пытается восстановить ее различными способами. Ну, как мы видим, это очень неудобно для каталогизаторов. И согласно РДА ФР, ну, французская адаптация РДА, мы призываем к более простому решению и совзетви с ЛРМ. Ну, РДА ФР, ну, французская адаптация РДА, рассматривает агрегативные произведения как одное единое произведение. Ну, органная английская версия датский перевод и аудиовизуальная версия датского перевода рассматриваются как выражения и не как произведения. Ну, произведения и его автор указываются только один раз. Ну, это просто и более удобно для каталогизаторов. А, другой вопрос это объявить обмен данными. и этот вопрос связанный с международными идентификаторами. в цифровой миры требуется новая концепция интероперабельности. а эта интероперабельность основывается на международном идентификаторе, который приема, постояна и одноизначно обозначает данный объект, например, произведение, например, лицо и так далее. вот здесь один пример, это пример идентификатора ИСНИ, ИСНИ, вот это международный стандартный идентификатор имен и ИСНИ позволяет дать уникальный идентификатор каждому создателю произведения, содержимого, например, псевдоним, например, импред издателя и так далее, в виде уникального номера. А здесь есть, если, например, автор опубликовала свое произведение под нисколько разными именами или псевдонимами, каждое имя получит свой собственный ИСНИ. Мы говорим здесь об общей звене или библиографических идентичностях. Например, вот здесь пример историка Игорь Мужейко, который одновременно написал произведения фантастики под псевдонимом Кира Буличева. И у каждого из этих двух имен есть истный главный способ идентификации являлится идентификатором, а не разный и много численнее вида имена и вида точек доступа. Надо тоже признать, что ИСНИ может открыть новые перспективы с издательами или музыкальной индустрией. КОНКРЕТНЯ ГАВАРЬЯ, Французская Адаптация РДА, РДА-ФР, наши новые правила каталогизации. Это правила РДА-ФР для каждого объекта публикуются по мере их заполнения в бесплатном сайте. Это еще одно отличие от РДА-ФР разница в экономической модели, потому что, как вы знаете, доступ к РДА-ФР не бесплатный. Это доступ платный. Это проблем для нас, это проблем для наших библиотекарей и наших библиотек во Франции. которые хотят иметь бесплатный доступ к правилам каталогизации. Ну вот, выдержка из нашего стандарта об идентификации произведений и для каждого пункта, для каждого правила мы указываем соединяющий пункт в РДА-ФР когда возможно, и тоже характер изменения, например, уточнение, изменение или дополнение. Вот это, например, точка доступа для произведений. пунктов «Публикация кода каталогизации» это хорошо. Мы соединены к ним рабочий формат для каталогизаторов и талучи. Мы решили сохранить марк, но адаптировать марк к новым стандартам и, значит, к модели LRM. Ну почему? У нас три причины. Есть интеллектуальная причина, потому что мы заметили, что критики марк часто касаются марк 21, а не других вариантов марк, например, уни-марк или интер-марк. Интер-марк являются формой марк, которую мы используем в Франции. Это интеллектуальная причина. А у нас тоже техническая причина, потому что сохранение марк позволяет нам хранить протоколи технического обмена ISO 2709. И у нас тоже проблематическая причина, потому что сохранение марк позволяет нам хранить профессиональные практики каталогизаторов. Ну, очевидно и неопродимо, что марк должна развивать фундаментально. марк должен переходить от логики основанной на библиографических и авторитетных записах к логике основанной на принципе объекта отношения как IFLA и ЛРМ, модель как IFLA и ЛРМ. Ну вот, это тестовая версия, над которой мы сейчас работаем в Франции. Это, как мы называем, марк нового поколения. Это адаптация марк модели IFLA и ЛРМ. Ну, и в Франции интермак нового поколения. Есть здесь только выдержка, выдержка произведения, выдержка выражения. Ну вот, мы сейчас работаем над этим. А мы тоже работаем над новой системой каталогизации для внедрения РДА и ФРМ, французская адаптация РДА, и марк нового поколения под названием НОЭМИ, но НОЭМИ является новой системой каталогизации. Он находится сейчас в стадии разработки. Принцип отслеживающий каталогизатор может одновременно видеть ЛРМ-дирьево, я хочу сказать, произведение, выражение, вопрос, как, например, название, автоматически переносит себя, и это система пользует принцип наследования. Я хочу сказать, что элементы, которые являются общими, для нисколько уровней дирьево, ну, общие элементы в произведениях, выражениях и вопросах, как, например, название, автоматически переносит себя в каждом уровне дирьево. А есть тоже в правой стороне список атрибутов для каждого элемента. И каталогизатор также может легко дополнить структуру дирьево. Например, если каталогизатор хочет добавить выражение ли произведения и связать их в отношении, это легко для него. Ну, в заключении, мы хотим использовать пять основных правил. Первое правило – это соблюдать и применять международные рамки IFLA, как, например, IFLA-ЛРМ. Мы хотим развивать взаимодействие с другими общинами, с другими использователями, например, издательство, например, музыкальная индустрия. И это поэтому мы используем и хотим использовать международные идентификаторы. Мы также хотим советовать РДА, насколько это возможно, когда РДА советует ЛРМ. Очень важное правило – это, что для нас библиографический переход или адаптация библиографической работы к цифровой цедре – это для нас не чистый лист. Я хочу сказать, что мы не хотим бросить каталографию ческой традиции. Библиографический переход и применение новых правил каталогизации не является отрицанием традиций каталогизации, но это адаптация, иными словами, это диалетическое переполнение традиций к логике цифровой среды. И пятое правило – мы хотим обеспечить развитие профессиональных практик через, например, тренинги и так далее. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.